Доброе утро, Беларусь! Утро вторника, 26 сентября. С вами продолжают встречать Марьяна Бринкова и Анна Квилория. Доброе утро! Праздник, который объединяет любителей путешествий и всех тех, кто работает в индустрии гостеприимства. В преддверии Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, рада приветствовать в студии Доброй Ранницы Беларусь директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Варанович. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Ирина! В этом году девиз проекта звучит так. Туризм и зеленые инвестиции. Что это такое и в чем, собственно, смысл этого девиза? Надо начать с того, что 2022 год, предыдущий, был год переосмысления, потому что начало пандемии и сами пандемийные годы, в общем-то, туризм очень сильно видоизменили. Идет какое-то изменение в каждой стране и мы можем сегодня отмечать, что на внутренний туризм, конечно, акцент делается больше. И вот эти зеленые инвестиции, как они называются, конечно, это в первую очередь обратить внимание на развитие туризма и сохранение вот этой экологической составляющей, больше на личность человека, на то, что происходит вокруг. И я думаю, это как нельзя лучше подходит к нашей стране, потому что экологический туризм в нашей стране очень сильно ценится, развивается. И, наверное, тот факт того, что многие страны, которые, в общем-то, ощущают на себе большой наплыв туристов, ощущают проблемы, потому что туристы иногда наносят серьезный вред, в общем-то, каким-то и достояниям, историческим местам. Поэтому я думаю, что ЮНВТО в этом году выбрали именно это направление, потому что и сохранить, и развивать туризм, и вкладывать, и инвестировать именно с целью того, чтобы сохранить то, что мы имеем на нашей планете. То есть два в одном. И туристам хорошо и стране тоже. Конечно, так и должно быть. Но вот мне бы хотелось более практически об этом поговорить. Что ты собой представляешь? Что ориентировано на человека после пандемии у нас изменилось? Какие тренды? Что в мировом, что в отечественном туризме? Ну, здесь, наверное, речь идет о том, что, если мы говорим о пандемийных годах, конечно, индивидуальный туризм больше начал развиваться, и не столько групповой. А что подразумевается под собой индивидуально? То есть сел в машину и поехал? Ну, условно так. То есть это малочисленные какие-то группы, либо это друзья собираются вместе, либо с семьей, когда люди выбирают и путешествуют, естественно, по своему какому-то индивидуальному плану. Потому что долгое время, конечно, очень легко просто купить тур, сесть в автобус или в самолет и улететь, и за тебя, в общем-то, все продумано. А там люди? И не всегда в масках, да? Как было-то раньше? Да. Ну, здесь получается, что ты сам делаешь проект своего путешествия, выбираешь то, что тебе интересно. Поэтому в этом тоже есть большой плюс. И какой-то экстрим, и не всегда, наверное, просто, например, если ты путешествуешь на автомобиле, быстро найти место стоянки или еще что-то. То есть поэтому здесь есть свои нюансы, которые, наверное, молодежь это любит. То есть я понимаю, что наша отечественная инфраструктура стала ориентироваться на то, чтобы вот любой человек мог сесть, да, и, приехав в какой-либо город, найти для себя все, что возможно, правильно? Безусловно. И наша задача и на государственном уровне развивать региональные наши направления, потому что мы знаем, что у нас есть ряд вопросов, проблемных вопросов. Это и гостиничное направление, и какие-то точки питания, и стоянки, и так далее. Поэтому сегодня, в последние годы, именно на это делается большой акцент, чтобы наш турист, наш гражданин, и не только потому, что мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали люди из других стран. Ну, я тут похвалю, да. На самом деле, мне кажется, за последние пару лет уже виден результат, даже приезжая в региональные какие-то города, ну, то есть даже тот же Гродно, уже не знаешь, где выбрать, где поесть, да, потому что много, огромное количество ресторанов. Ну, вы сегодня говорите сейчас про областной центр, а наша задача, чтобы маленькие районы тоже стали привлекательные и интересные. И вот та Беларусь, которую мы любим, красивую нашу природу, она сохранялась, чтобы турист ее ни в коем случае не видоизменил в плохом таком смысле. Потому что для нас это большая ценность, и мы знаем сегодня, что многие люди там с теплых стран, с Азии, с африканских, или, в общем-то, приезжают с той целью, чтобы как раз насладиться воздухом, лесами, природой, болотами, да, тем, чего нет у них. И могу сказать, что мы делаем в этом большое такое развитие, новые маршруты, наши экологические тропы, наши, значит, путешествия по болотам, это, конечно, нигде в другой стране такое не происходит. Это экзотика, то, что для нас экзотика в их стране, вот мы тут в этом смысле меняемся местами. Но, конечно, гостиницы, это вопросы порой наболевшие, потому что приезжаешь в какой-нибудь региональный центр, там потрясающе уютная гостиница, вообще замечательно. Или, например, приезжаешь в областной центр, где огромная, еще там еще советских ремонт гостиницы, она постепенно, конечно, ремонтируется, но пока она доремонтируется там до всего номерного фонда, приходится подождать. А это все-таки лицо получается. И хотелось бы, чтобы туристам было комфортно, не только красиво. Поэтому призываем всех, пожалуйста, если можно, ускорить ремонт в некоторых гостиницах. Но если говорить о вторых играх стран СНГ, у нас такое большое событие, произошло спортивное. Мы знаем, что в Минске всем было комфортно, и не только в Минске, во всех областных городах и районах, где проводились мероприятия. А вот как это повлияло вообще на туризм в Беларуси, на ситуацию с туризмом в Беларуси? Очень интересная картина складывалась, потому что в тех городах, где проходили мероприятия, не надо было даже рекламировать и кого-то приглашать на эти мероприятия. Люди сами приходили, и мы видели, что заполненность тех площадок, где проходили соревнования, они просто превышали все наши ожидания. Это раз, но, соответственно, есть такое направление, как спортивный туризм, и, соответственно, все событийные мероприятия, которые проходили перед площадками проведения игр, они тоже очень были задействованы, активны. И люди с семьями, с детками, со своими друзьями, подругами, в принципе, проводили время, и благоприятствовало и погода. То есть вот этот период проведения игр, это просто все сложилось, как должно быть, на высоком самом уровне. А вот, например, эти люди, которые приехали исключительно поболеть за своих, как на спортивные мероприятия, они хотели еще что-то узнавать больше? О природе, о достопримечательностях совершенно другого? И вернуться потом еще? Конечно, я думаю, многие из них будут приезжать, потому что они для себя, такой можно девиз сказать, открыли Беларусь и не ожидали то, что у нас есть. Это я говорю сейчас про иностранцев, которые приезжали первый раз. До того, как игры начинались, были сформированы пакеты туристическими операторами. И, конечно, помимо соревнований, потому что соревнования не каждый день, не целый день, и кто-то, например, этим видом не интересуется, на другое хотели, да, какой-то посетить. И между городами тоже были разработаны маршруты. Люди могли посещать и посещали и музеи, и какие-то наши достопримечательности. И самое главное, это наши событийные мероприятия, которые в летний сезон достаточно много. У нас огромное количество фестивалей. У нас еще остается немного времени, вы сказали, какие-то маршруты. Давайте точечно назовем, мы все знаем, не Сырский замок, Мирский замок, но открываются же новые маршруты. Вот вы упомянули болото, например, да. Расскажите белорусам, куда они тоже могут съездить. Ну, если мы говорим о маршрутах, тут, наверное, каждый выбирает, что для него интересно. Ну, что яркое появилось в последнее время. Можно к карте обратиться, которая появилась не так давно. Да, это карта и на сайте Национального агентства по туризму, то есть это маршрутизатор, то есть по направлению, что вам интересно. Но также можно еще и, в общем-то, по событийным каким-то мероприятиям. На сайте также есть и календарь мероприятий. То есть каждые выходные вы можете выбрать, куда поехать, в какое место. Тогда я по-другому задам вопрос. Топ-3 ваших точки. А здесь очень тяжело сказать, потому что Беларусь, она маленькая, но она вся разная. Сегодня вы говорили, Гродно, он, конечно, волшебный своей архитектурой, маленькими улицами. Если мы поедем в Гомель, безусловно, это наша красивая усадьба, сам Соши, парк, который просто превосходный. Если Витебск, это история, это наследие музея, шагала и так далее. То есть в каждом городе можно что-то найти. Сульшарм. Да, Брест, это историческая наша память. То есть все равно нужно будет зайти на сайт и обязательно посмотреть точечно, куда же отправиться, чтобы ничего не упустить. Большое вам спасибо, что пришли и рассказали. Мы напомним, сегодня у нас в гостях была директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Ирина Воронович.